Давай, вот сюда. Давай, сюда повесим. Тебе нравится? Ребятишки и взрослые, порядка 20 человек, наряжали зеленую красавицу. Пока не в честь Нового Года, а во славу его главного символа, Деда Мороза, которому, к слову, по библейскому календарю больше 7 тысяч лет. Копатыч! А кто же был тогда этот? Это же был Дед Мороз! Специально ко дню рождения новогоднего символа в резиденцию алтайского волшебника привезли больше 2,5 тысяч пар рукавичек. Мы пришли на день рождения Деда Мороза развешивать вот такие красивые варежки. Именинник не остался в стороне от творческого процесса. Вместе с остальными развешивает варежки, оставаясь в варежках. После его будут поздравлять открытками, звонками и памятными подарками. Говорит, что самая любимая форма поздравления для него в виде сказки. Она позволяет верить в чудо, в котором в этом непростом году многие остро нуждаются. Дед Мороз говорит о том, что в преддверии Нового года самое время вспомнить о чем-то волшебном и добром и загадать желание. Загадывайте желание, мои хорошие. Думайте про это желание так и верьте в него так, как будто оно уже осуществилось. И тогда наверняка это все закончится. Вот когда мы все вместе начнем думать о том, что все это закончилось, тогда точно это все закончится. И эту проклятую заразу-то мы победим, это точно. Для этого даже новогодние торжества перевели непривычный формат. Так никого не позовут на кремлевскую елку, а лишь покажут ее по телевизору. А в нашем крае кое-где отказались даже от строительства ледовых городков. Уже точно известно, что его не будут строить, к примеру, в Рубцовске. Но несмотря на все ограничения, заверяет Дед Мороз, никто не останется без праздничного настроения и подарков. Так, для ребятишек организован конкурс «Сейф волшебных гаджетов». Заявку на участие в нем можно подать до 20 ноября. С пометкой в резиденцию Деда Мороза в Белокурихе. Никита Ермаков. День с толком.